Итак, мастерок, кран, граждан Промстрой, 5 лет, город Нижнекамск. Вот такие вот замечательные часы одному из предприятий города Нижнекамска, строители. Часы очень-очень старые, им примерно около 30 лет, чему я безмерно рад, только тому, что они ходят до сих пор и ходят очень точно. Ну что ж, поскольку строители, надо бы вспомнить какие-то анекдоты, что ли, на тему строителей. Ну, например, это здание построено по уникальной, ныне утерянной технологии, без единого матерного слова. Петров не может достроить себе дачу, потому что ворует у себя кирпич и строит из него баню. Молодая мамаша с дитём, полутора лет, по улице идёт, что-то ему рассказывает, прислушиваясь на обгоне. Это дерево ясень, это жёлтая лавочка, это заворчик из палочек. Эти палочки называются пруток стальной, горячей катаной, квадратного сечения, 15 мм, окрашенной алкидной эмалью в два слоя по грунтовке. А это котик, он говорит мяу. В соответствии с правилом технической безопасности на стройке, голова должна быть прикрыта каской, а задница соответствующим документом. Жена прораба рожает на 2-3 месяца позже установленного срока. Сын прораба в песочнице ничего не делает, орёт на других и ворует. Как любит повторять один мой знакомый маляр, не одежда красит человека, а человек одежду. Если есть рыба пила и рыба молот, то должна быть рыба бригадир. Вчера запозднаешь поклевал стены и потолок, сегодня утром намазанный паштет, механически заделал все дырки в хлебе и затирал неровности паштета. Теперь, когда подсохнет, надо будет шкурку и лишку снять. Ответ на вопрос, будет ли объект сдан в срок, был написан прямо на заборе стройки. Хороший пол и изоляция, когда вы забыли забыть кран в ванной и затопили соседей сверху. Когда под окнами расположилась стройка, я понял, что мат – это не просто набор крепких выражений, а полноценное орудие труда. Строители построили кирпичный дом, только убрали леса, дом рухнул. Приходит прораб, я же вас сто раз предупреждал, не убирать леса, пока обои не наклеим. Стропольщик Витя, надевая каску, говорит прорабу, она прикрывает не мою голову, а вашу задницу. Собственно, в этом вся суть техники безопасности. Строительство – это настолько ответственное дело, что строителям его доверять нельзя. Приходит мужик в магазин «Стройматериалов», продается ему. Судя по вашей физиономии, вы пришли за кирпичом. На стройке бетонная плита срывается со строп крана, бьет по перекрытию, сносит несущую валку, после чего три этажа здания рушатся. Прораб посчитал затылок и говорит, вот это я понимаю, Тетрис. Представляете, какие идеальные бутерброды с маслом получаются у штукатурок? Кстати, во времена Ивана Грозного безрукие строители быстро становились еще и безголовыми. Кстати, а почему на день строительный никто не одевает форму, не разбивает об голову кирпичи и не купается в цементе? Бегут по стройке друг за другом два мужика с поднятыми руками. Вдруг один резко останавливается. Стой, Васек, балку-то мы забыли. Приезжает заказчик на объект, работяги копошатся, осмотрелся, ба-а-а, щели в полу сантиметров по пять. Он работягам кричит, парни, вы охренели? Такие щели оставлять, а не ему. А те не все равно? Один хрен сверху линолеум постелишь. А если не буду стелить? Да ты охренел, такие щели оставлять. К плиточнику приходит сын. Папа, помоги пазл собрать. Плиточник сел, быстренько собрал. Папа, так рисунок не совпадает. Да это фигня. Ты посмотри, как стыки подогнаны. Хозяева квартиры на четвертом этаже были очень удивлены, когда установщик пластиковых окон снова позвонил в дверь. Кто в бригаде не работал, того матом не хвалили. Школьник прогуливал уроки на стройке и к концу пятого класса уже стал прорабом. Не подведем, сказал прораб народу, и не подвел ни газ, ни электричество, ни воду. Опытный маляр знает, какая краска не даст скучать во время работы. Голая красивая тёлка подходит к зеркалу, гладит себя по бёдрам, живот, приподнимает грудь, выделывает всякие изгибы, вдруг взгляд её падает на окно, раскрытый. А там маляр в люльке тоже о столбине обсмотрит и через мгновение выдает. Ну чё уставилась, маляров никогда не видела.